На носителе хоть что-нибудь, где-нибудь, как? Ну вот, у вас теперь вот есть носитель у вас. Больше никаких. У Юры выходил альбом. Да, был альбом, но, к сожалению, он весь куда-то исполел. Ищет на армии, да? Не, он назывался «Честь и слава», да. Мы писали ССВ. Я знаю его дискографию, чем он сам. Просто есть на самом деле, да, она в сети просто лежит, можно ее и скачать, и напечатать на диске, не знаю, как угодно. Реально вот такие вот... Иранский релиз. Иранский релиз можно сделать, да, наебать меня по полной. Я не обижусь. Потому что за это грех деньги брать. Ну, лично я так не беру. Я пойду на их таксисты работать, там честнее, с народом развлекаться, а за музыку не могу. Ну, а я слышал, у них нет домашних, там, дома где-нибудь, может, записано что-нибудь такое неизданное? Да нет, ну дома море всего, но это, ну, отдельный срок. Вы постоянно записываете материал. Да, я объясню, почему я занимаюсь музыкой. Музыкой я занимаюсь, чтобы не спиться и не сойти с ума. Потому что сойти с ума по-хорошему, занимаясь музыкой, я считаю, лучше, чем... Ну, тогда еще есть вопросы? То, что звучало, автор текстов... Все абсолютно оригинальное, все... Вот про жука это моя дочка в два года, ну, в три года придумала. Единственное, что... Вдруг прислала ко мне утром, говорит, пап, тереневый жук на воле. Я говорю, какой жук? Может, нанюхлась она моих уланг, потому что я на кухню курил все время, как угорел. Не знаю. В общем, короче, она как приходит, говорит, а, сиреневый жук на воле, 3-3, да, мы что-то воздули. И я думаю, блин, как круто, как личное сцепление будет, что талантливость. В общем, такая песня. А француженка тоже на каких-то реальных событиях? Нет, француженка это просто Стебалова. Такая грустная, с одной стороны. Но Стебалова у нас неправильно... А француженка была настоящая? Ну, была француженка, да, не одна, несколько было. Я год прожил во Франции, пел в хоре, в католическом, православном, работал. С Камилем, друг мой, который в Ленинском комитете, в Ленинском комсомоле, в театре работал. Пригласил меня, я приехал, ну, год прожил в Париже. В Париже. Камиль не человек? Человек, да. У них был длет в конце. Нет, мы не педорасы, нет. Мы дружим. Мы дружим музыкальные, как в метро они выступали. Да, мы выступали, это театр был, пост. Театр-пост, да, радикальный период. То, что я, когда играл что-то, Камиль говорил, я не могу, я у меня должно выйти с контрабасом и начать пердеть какую-то стольку. Но у него стопроцентный слух, к сожалению. Он живет в безумном мире, потому что он слышит, все, машина проехала, он слышит, как он. Какой она тональности проехала. Многие не понимают, что это такое, но это серьезно. А в Париже такой, я, кстати, жил на улице Руден, где Владимир Ильич Дженек. Мамкур напротив. Так, он ходил, ну, в баллонике как-то. Давай, не ем, давай, кулять, поехали. Булку кушать. Ну, перерыв. Да? Ну, так, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.